Историю лучше всего изучать наглядно. Сухие факты и рассказы не производят порой должного впечатления. Сложно представить, что произошло сотни лет назад. Однако, когда люди придумали фотографию, всё стало куда проще. Мы собрали множество удивительных снимков, которые показывают другую сторону жизни в прошлом. Вы, возможно, слышали о тех событиях, которые попали в кадр, но никогда не видели. Или, наоборот, не представляли, что такое вообще было. Однако, в первом и во втором случае, ваш исторический кругозор станет намного шире. Всех приветствую, меня зовут Роман, вы на канале «В шоке». Интересного просмотра. Никола Тесла сидит под разрядами в миллионы вольт и работает с бумагами. На снимке изображено изобретение сербского учёного – трансформатор, предназначенный для изучения гроз. Фотография была сделана в лаборатории в Колорадо-Спрингс, США, в начале 1900-х годов. Никола Тесла широко известен благодаря своему вкладу в создание устройств, работающих на переменном токе многофазных систем, синхронного генератора и асинхронного электродвигателя, позволивших совершить так называемый второй этап промышленной революции. Могилы женщины-католички и её мужа-протестанта. Голландия – 1888. Эта пара состояла в браке долгих и наверняка счастливых 38 лет. В 1880 году умер мужчина, спустя 8 лет погибла его жена. Перед смертью женщина решила, что не хочет быть похоронена на семейном католическом кладбище, поэтому попросила место на другом конце у стены, чтобы быть поближе к мужу. В 1909 году в Калифорнии срубили гигантскую секвою. Другое её название – секвоя дендрон. Торец, спиленный гигантской секвоей диаметром 5,5 метров. Эта секвоя имела название Марк Твен. Калифорния, 1891 год. На этом фото есть человек. Мужчина стоит в полный рост, чтобы показать, насколько большие растения на острове Мауи, на Гавайях, росли в 1924 году. Фотограф Гилберт Гросвенор. В 1946 году проводился обряд в посвящении в ряды куклус-клана. Куклус-клан – это название террористических и расистских организаций в США. На этом фото обряд посвящения как раз третьего клана. Последнего. В 1937 году в Голливуде с участием актеров сняли постер, призывающий соблюдать правила гигиены во время эпидемии гриппа. Мурашки по спине от таких фотографий. Тема почти такая же готичная, как посмертная фотография, и также мало понятна современному зрителю. Правда, если разобраться, ничего страшного. В 19 веке существовал такой феномен, как фотография со скрытой матерью. На самой заре развития фотографии для получения качественного четкого снимка моделям нужно было долгое время находиться в неподвижном состоянии. В те времена необходимо было сохранять выражение лица и позу на протяжении 1-2 минут. Хотя сейчас для экспозиции требуется всего секунда. Для получения качественного результата были изобретены специальные держатели для головы, которые фиксировали человека в одной позе. Казалось бы, для детей фотография стала настоящим испытанием, но фотографы и тут смогли выкрутиться. Они отвлекали детей животными и игрушками. Но это не давало 100% результата. Очень часто такие дорогие снимки оказывались смазанными. Тогда было решено, что мать или няня будет держать ребенка, но при этом ее нужно было замаскировать, чтобы в кадре были только дети. Почему нужно было скрывать взрослых? Тут есть два варианта. Если ребенка держала на руках няня, считалось, что прислуга не может быть рядом с высокородными детишками. Что касается мамы, то тут дело в том, что портреты должны были быть исключительно детскими. Чтобы скрыть взрослого на снимке, лицо и фигуру накрывали платками или другой тканью. Некоторые фотографы соскабливали лицо женщины с готового снимка. В дорогих ателье их маскировали под мебель, так что не сразу было понятно, что в кадре есть еще один человек. Человеческий зоопарк. Посетители кормят негров клетки. Бельгия, 1958. Только в 1935-36 годах в Европе были ликвидированы последние клетки с темнокожими в зоопарках в Базеле и Турине. До этого белые люди охотно ходили смотреть на черных в неволе, а также на индейцев и эскимосов. Но последняя временная экспозиция с неграми была в 1958 году в Брюсселе на выставке Экспо, где бельгийцы представили конголезскую деревню вместе с жителями. Зрители 3D-фильма. Зрители на просмотре первого полнометражного стереофильма «Бвана Дьявол», сфотографированные Джей Ар Эйрманом для журнала «Лайф», 1952. Зрители в специальных очках смотрят 3D-стереоскопический фильм в телекинема на Южном берегу в Лондоне во время фестиваля Британии, 1951. 1895 год. Владимир Ильич Ленин. Фото из полиции. 1911. Фото Сталина, задержанного в полиции Санкт-Петербурга. 1912. Тестирование шлема. 1914. Слон-пулеметчик. 1930. Японские снайперши. 1930-е годы. Клуб Микки Мауса. Детский клуб Микки Мауса заработал в США в январе 1930 года, а в 1932-м уже насчитывал более миллиона членов по всей Америке. Эти детишки, собравшиеся в зале в начале 1930-х годов, хотят быть похожими на своего любимца. И от этой картины у неподготовленного человека может случиться нервный припадок. Люди Мишлен. Первые люди-шины, символы компании Мишлен, появились на всемирной выставке в Лионе в 1894 году. Но еще в начале 1900-х годов их костюмы можно было смело использовать для Хэллоуина. Настолько пугающими они выглядели. Выздоравливай, детка. Первые больничные клоуны в начале 20-го века были больше похожи на персонажей фильмов ужасов. Работа над статуей свободы в Париже. Известный символ США, статую свободы, было поручено создать французскому скульптору Фредерику Агюсту Бартольди. Правительство Франции задумывало ее как подарок столетнему юбилею Декларации независимости в 1876. Статуя была завершена лишь в 1884-м, а ее торжественное открытие пришлось на 1886 год с опозданием к столетней годовщине американской революции на 10 лет. Джессика Лэнг, Милош Форман, Владимир Высоцкий, Марина Влади, США, Лос-Анджелес, 1976. Итальянское кавалерийское училище, 1906. Ученые НАСА и их доска расчетов, 1961. Испытания бронежилета. В 1923 году прочность бронежилетов проверяли с помощью живых людей. Бронежилет просто надевали на человека, в которого затем стреляли из пистолета. Лицо статуи свободы. Знаменитая статуя свободы была подарена Соединенным Штатам Франции в 1885 году. Прежде чем занять свое место на пьедестале, она претерпела немало переделок и реставраций. Клетка для младенца. Такие клетки для младенцев встречались не очень часто, но были популярны у лондонцев в 1930-е годы. Квартиры оснащались такими клетками, чтобы ребенок мог дышать свежим воздухом и греться на солнышке. Организаторы бостонского марафона пытаются помешать женщине участвовать в нем. В 1967 году Кэтрин Свитцер приехала в Бостон, чтобы заняться тем, что она любила. Участие женщине в марафоне в то время считалось чем-то невероятным. Кэтрин казалась совсем хрупкой, чтобы завершить 26-мильную пробежку. Ее пытались сбить с дистанции. Но Свитцер продолжала бежать, несмотря ни на что. Она считала, что женщина в спорте достойна тех же прав, что и мужчины. Она стала первой женщиной, официально пробежавшей бостонский марафон. Единственный мужчина, отказавшийся поднять руку в знак нацистского приветствия. 1936. Поиск работы в Америке. 1930-е годы. У меня три профессии. Я говорю на трех языках. Сражался три года. У меня трое детей, я безработный вот уже три месяца, но я ищу всего одну работу. Во времена Великой депрессии миллионы людей в США остались без работы. В поисках хоть какого-нибудь дохода люди выходили на улицы и готовы были выполнить любую работу. Первое утро после того, как Швеция поменяла левостороннее движение на правостороннее. 1967 год. Немецкие солдаты реагируют на кадры из концлагерей. 1945 год. Жители западного Берлина показывают детей их бабушкам и дедушкам, проживающим на восточной стороне. 155-метровое сооружение, возведенное 13 августа 1961 года, разделило родных друг от друга и явилось причиной смерти сотни людей, пытавшихся пересечь границу. Берлинская стена стала проявлением жестокости властей и в конечном итоге оказалась абсолютно бесполезным эпизодом в послевоенной истории. Стена пала 9 ноября 1989 года. Акробаты балансируют на 86-м этаже. Джарли Смит, Джуэл Уотдек и Джимми Керриган выполняют акробатический трюк на выступе Empire State Building в Нью-Йорке 21 августа 1934 года. Танцовщица стриптиз-клуба, арестованная во Флориде, демонстрирует судье свое нижнее белье, чтобы доказать, что трусики достаточно прикрывают интимные места, и она не обнажалась полностью. Однополая пара. Париж. 1932 год. В целях борьбы с расизмом в 1957 году правительство Северной Каролины решило пойти на рискованный шаг – отправить темнокожего ребенка в местную школу. Эта весть быстро облетела всю страну, собрав репортеров и зевак у ворот школы с самого утра. Они встретили эту мужественную девочку с чрезвычайной жесткостью. Ее открыто оскорбляли, кидали камни и плевали на нее. Во время уроков другие ученики продолжали издеваться, смеясь над девушкой и мешая ей учиться. Через четыре дня родители забрали ее из школы. Позже семья переехала в Пенсильванию, где Дороти Каунс вновь пошла в школу. К тому времени отношение к афроамериканцам было менее агрессивным. Американец бьет по лицу вьетнамца в борьбе за место в последнем вертолете, который улетает из посольства США во время эвакуации в Сайгоне. 1975 год. Стукач-будильщик будет своих клиентов. Именно так выглядели будильники в начале 20 века. Победительницы конкурса красоты в 1922 году. Проверка двухэтажных лондонских автобусов на устойчивость. 1933. Посылки появились в 1913. году. Вскоре после этого двоих детей отправили почтой. Это быстро стало вне закона. В 1920 году купальные костюмы не должны были превышать отметку 15 сантиметров выше колена. Этот странный шлем использовался, чтобы помочь владельцу сосредоточиться. Человек ничего не слышал и не видел ничего вокруг. Воздух поставлялся по трубке. 1925. Танцовщица-бурлеска Зарита выгуливает свою домашнюю змею. 1930 год. Команда Майкрософт в 1979 году. Кто бы мог подумать. Самое первое селфи. 1839. Роберт Корнелиус сделал этот снимок и стал знаменитым благодаря тому, что сделал первый в истории автопортрет. Или, как мы сейчас говорим, селфи. Полевая стоматология. Германия. Первая мировая война. Зубной техник Йоханн Штицль. Советский автопром 60-х годов. Москвич. Что же пошло не так? Строительство Транссибирской магистрали. 1891 год. Поток золотоискателей в Доусон-Сити. 1898. Собиратель окурков. Париж. 1900. Москва. 1903 год. Николай II и его супруга Александра Федоровна на крыше Кремлевского дворца. Этикет столетней давности. Дамы приглашают кавалеров на белый танец. 1900 год. А почему белый-то? Белый в смысле чистый, ясный, светлый, незапятнанный, безупречный. В XIX веке на венских балах белый танец назывался сначала вообще-то женским танцем. И именно из тех бальных традиций пришел к нам медленный танец, во время которого дама сама имела право выбрать себе кавалера. Возгорание дирижабля Гинденбург. 1937 год. Гинденбург вспыхнул при попытке совершения посадки и сгорел дотла за 34 секунды. Погибло 36 человек. Эта катастрофа завершила эпоху дирижаблей. Еврейские пленные после освобождения из поезда смерти в Магдебурге. Была пятница, 13 апреля 1945 года. Фото было сделано майором Кларенс Бенджамином, который руководил небольшой группой танкистов, патрулирующих территорию. Военные увидели около 200 мужчин и женщин. Они выглядели худыми и растерявшимися. Еще больше танкисты удивились, когда бывшие узники, как они выяснили позже, увидев их, начали смеяться, почти истерически. Видимо, только в этот момент они осознали, что свободны. Гарольд Уитлес впервые слышит звуки. Пятилетний Гарольд Уитлес был глухим с рождения. Фотограф Джек Брэдли смог поймать тот момент, когда малыш, благодаря слуховому аппарату, перенесся из полной тишины в богатый мир звуков и вибраций. Молодой Гитлер приветствует новость о начале Первой мировой войны. 1914 год. 1920. Реконструкция трилитонов и раскопки в Стоунхендже, проводимые подполковником Уильямом Хоули в 1919 и 1920 годах. Сам памятник датируется около 2440-2100 годом до н.э. Выстроенные в ряд электромобилей Edison Company на Манхэттене в Нью-Йорке. 1906. Один из складов, заполненный до потолка батинками жертв. Освенцем. Польша. 1944. Марафонцы на первых современных Олимпийских играх, проходивших в Афинах. Греция. 1896. Пандемия испанки. В 1918 году унесла с собой порядка около 100 миллионов человеческих жизней по всему миру. Эта фотография кажется обычной, но на самом деле она показывает, насколько люди были напуганы этой страшной болезнью. Они пытались жить своей повседневной жизнью, но с серьёзными мерами предосторожности. 100 тысяч иранских женщин выступают против закона об обязательном ношении хиджаба. Сегеран, 1979. Выживший после печально известной авиакатастрофы в Вандах в 1972 году. Пассажиры прибегали к каннибализму, чтобы выжить в течение 72 дней в заснеженных горах. В 1863 году состоялась первая поездка в метро на станции Эджвер Роуд в Лондоне. Вот так выглядела пожарная машина в Вашингтоне в 1922 году. Эти мужчины и лошади участвовали в тушении пожаров. В Австралии до 1960-х годов, в соответствии с актом о флоре и фауне, аборигены считались животными, а не людьми, и их численность фиксировалась в одном списке с кенгуру, попугаями и так далее. На этом фото кажется, будто на стене застыли тени. По большому счёту, так и есть, ведь это последствия атомной бомбардировки Хиросимы, которая унесла жизни более сотни тысяч жизней. Если на момент взрыва человек стоял возле стены, то его тело блокировало излучение на поверхность за ним. Именно так эти тени и были запечатлены навсегда. На этом фото запечатлены мать и отец с дочерью. Почему же родители получились смазанными, тогда как девушка очень даже чётко? Потому что на момент съёмки она была мертва. Девушка скончалась от тифа. Часто так случалось, что человек умирал, а ни одной фотографии после него не осталось, поэтому в конце 19 века был популярен жанр посмертной фотографии. Гангстеры прячут свои лица на суде над Аль Капоне, США, 1931 год. Вот так раньше кодировали от пьянства, конец 19 века. Носильщик корзин лондонского рынка, Англия, 1930 год. Девушки рисуют на циферблатах светящиеся цифры радиоактивными красками. Многие из них потом умрут от рака, 1922 год. Жительница западной Бенгалии несёт на своей спине британского купца, 1903 год. Магазин Auction & Negro Sales, в котором раньше можно было приобрести рабов. Атланта, 1864 год. Фотография, иллюстрирующая классовое расслоение в довоенной Англии, 1937 год. Ангела Меркель в рядах нудистского движения, 60-х годов. 1875. Мужчина продаёт мумии в Египте. Останки космонавта Владимира Комарова после аварии спускаемого аппарата первого советского пилотируемого космического корабля, 1967 год. Прическу этой викторианской модницы украшает чучело кошки, Али в платье настоящей кошачьей хвосты, 1883. Наказание в Монголии. Это было опубликовано в журнале National Geographic в 1913 году. Фотограф Стефан Пасс. На фото вы можете увидеть распространённое наказание для преступников, которых сажали в небольшой короб, в который они даже не помещались, и выставляли на всеобщее обозрение, при этом подвергая их голоду. Благодарю вас за внимание и за то, что досмотрели это видео до конца. Если вам было интересно, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова